Анастасия Новых АЛЛАТРА Анастасия, то есть людям было известно о существовании информации, которая творит материю. Ригден, отчасти. К примеру, в том же Древнем Египте эти знания, как наследие потомкам, были записаны на золотых пластинах. Впоследствии люди называли это наследие книги Тота. Хотя эти пластины и были уничтожены, точнее переплавлены, потому что люди в большинстве своем всегда ценили золото превыше знаний. Но все же переписанные на папирусы копии табличек, вернее некоторая их часть, сохранились. К сожалению, эти копии в разные времена неистово уничтожались жрецами, где бы они их ни находили. Потому что информация, содержащаяся в них, в буквальном смысле подрывала власть жрецов над людьми. Тем не менее, кое-что осталось. И это кое-что, будучи сохраненным и перепрятанным в горах Хорватии во второй половине XIX века, дало миру двух выдающихся ученых. Но когда в 1936 году оно попало не в те руки, то вызвало необратимые последствия, свидетелями начала которых стали мирные жители Хиросимы и Нагасаки. Анастасия. Да, пресловутый человеческий выбор. Ригден. Так что в целом, хотя эта информация и важна для будущего, но она вызовет самое большое возмущение, скажем так, нынешних жрецов от науки. Анастасия. Жрецов от науки? Ригден. Да, я имею в виду тех, чьи стремления направлены не на развитие науки, а на удержание короны на собственной голове и считающих, что их мнение в науке непоколебимо. Они, конечно, на публике будут просто вскипать в гневе, пытаться линчевать эти знания и в глупом смехе над истиной скрывать свой страх перед ней. Анастасия. Но в мире же есть и настоящие ученые, те, которые жаждут познать истину ради истины, сознание которых не зашорено подобными мнениями авторитетов. Ригден. Безусловно. Эти знания найдут и тех, кто действительно является настоящим ученым. Люди начнут проверять данную информацию, сопоставлять и в конце концов дойдут до истины. Все то, что я умышленно недоговорил, пытливый ум, видя направления и уже изложенные знания, способен обнаружить сам, открывая свой путь к познанию истины. А что касательно авторитетов, то в настоящей науке нет авторитетов и быть не может. Настоящая наука — это процесс познания истины, а не средство достижения власти. Когда подтвердится эта информация о черной дыре и о самых тяжелых микрообъектах в нашей материальной вселенной, а это возможно сделать даже при современной технике, то эти открытия не просто ответят на многие нерешенные ныне вопросы науки, начиная от зарождения Вселенной и заканчивая преобразованиями частиц в микромире. Это кардинально изменит все понимание устройства мира, от микро- до макрообъектов и явлений их составляющих. Это подтвердит первичность информации, духовной составляющей. Все есть информация. Материи как таковой нет, она вторична. Что первично? Информация. Понимание этого изменит многое. Это создаст новые направления в науке. Но самое главное, люди ответят на вопрос, как на самом деле устроен человек. Ведь до сих пор умалчивается о его сущности и общей, отличной от физического тела, энергетической структуре. Это понимание, в свою очередь, кардинально изменит мировоззрение многих людей с материального на духовное. Анастасия. Да, это может действительно развернуть цивилизацию в русло настоящего духовного развития. Ригден с улыбкой. Твои бы слова, да людям в уши. Анастасия. Хочется верить, что люди это услышат. Ведь это такие уникальные знания. Ригден. Для человека они только тогда уникальны, когда он уже многое понимает вне шаблонов материального мира, когда его душа стремится за горизонт событий. А многие же... Сколько раз давались знания в разные времена. Людям свойственно со временем их утрачивать. А почему? Потому что человеческий ум настолько усложняет простое, что потом сам не способен понять истину. Кстати, есть одна древнеиндийская притча на этот счет. Она относится к тому времени, когда женщина не только была равна в правах с мужчиной, но и ее духовная мудрость была весьма почитаема.